Восвятая служба информации телерадою компании Гомель, у студии працуя Наталья Игнатенко, глядите у гэтым выпуску. Дети у чеканни новогодних судов, сёння подарунки и веншаванни приймали выхованцы у Луковской школы-интерната. Чорное золото. У регионе открыли два новые родовища нафты. Боротьба с расповсюджыванием наркотиков, выники и новые задачи. Тему разглядзели на посадженне облаканкама. Свято баскетболу у кинотеатры. У Гомелли презентовали премьеру Стушки «Рух у гору». А зараз об гэтым иншим больше подрабязна. Президент Беларуси Александр Лукашенко различвая, что молодое поколение сбераже и примножить досягнень нецеперашнега. Об гэтым керавник державы заявил сёння у Палацы Республики на новогоднем доброчинном святе для дятей, якое пройшло у рамках акции «Наши дети». Керавник державы повиншаваў маленьких глядачоў, надыходящим Новым Годам, и пажадаў им захаваць веру у добро, частюню душы и счэры оставлення до людей, а таксама выкананне усіх жаданнеў. Новогодняя доброчинная свята стала центральной падея и акции «Наши дети». На халовную ёлку краины запросили больше як 2300 хлопчиков и дзяўчынак з усіх регионов Беларуси. У их лику дети-сироты и дети, які засталися без опеки батьков, дети-семьў-бежанцав, а таксама перамошцы олимпиад, творчых конкурсав и спортывных споборництваў. Новогодні и калядные республиканскі доброчинные акции наближаюцца до сваёй кульминации. Сёння падарункі и веншаванні примали выхаванцы ў Луковской допоможной школы-интерната Гомельскага района. Установу наведав Олег Синцероў. Это самый маленький выхаванец у Луковской допоможной школы-интерната Степан Макаров. Ему ўсёго 4 годы сюды антрапив з дома грудного дзяўчы. Негде дзече на тое, што в установе Степан ўсёго месяц ёжоу поспели назвать солнечным хлопчиком за добрый характер. Зараз ў школе-интерната знаходзіца 120 дзецец с осаблевы семеразвитя. У многих ёсь батьки, причем некоторые наведуваўць своих дзецеў постоянно. Найбошь распасюджанная причина, па якой неполналетие не знаходзіца ў сямі одна, яны патрабуўць осаблевга професінальнага догляду. Задача установы не толькі створыць для их комфортныў умовы проживання, а ле подрактываць за самостойнага дорослага жыцца. Посля заканчэня школы-интерната, выхаванцы могут поступать ў лицеў, дзеўсь специальна групы, и атрымлюць професіў швачки, будовніка, слесара, городнина вода. По сутности, установа знаходзіца на полном державном забеспечениў, а ле от корыстных подарунков в Аурук и Витоксама не одмовляюцца. У рамках акции «Наши дети» сюды приехал старшня Белгтали радиокомпании Геннадзь Давыдько и привёз компьютерную и бытовую технику, якая явно не буде лишней. Наша задача – всех живущих, всех понимающих, всех верящих и верующих в эти дни найти человека, который в этот момент грустит, страдает, который в чём-то нуждается, и помочь. У нас есть замечательный проект «Счастливый вечер», и в одном из счастливых вечеров, когда мы только начинали, призы – холодильник шикарный, наш «Атлант-холодильник», телевизор, мобильный телефон такой серьёзный, выиграли Тео и Ольга Рыжикова. И они сегодня передают детишкам эти свои подарки. От Белгтали радиокомпании мы хороший большой компьютер дарим, много конфет и других разных подарков. Вся точное представление в Ауроковской допоможной школе-интернате прихтовали всем коллективам – наставники, выховальники и дети. Назовы так само придумали разум. Суды под Новый год, немогчимая-могчима, да помогче реализовать жадание в Аурокове, приехали представники местовых органов Улады, силовых структур и профсоюзов. Сегодня эта громадская организация проводит ещё и свою властную акцию профсоюзы детям, хоть по великим рахункам от инших она не вельми одрознивается. Головная мета – да помогче тем, кто мает в этом реальную потребу. Может, мы порой даже бывают усложняем многие вещи, а, наверное, самое важное кроется в простых вещах. Это в том, чтобы мы помогали друг другу, чтобы мы были добрее друг другу, искреннее друг другу и не проходили, если кому-то тяжело и сложно, и протягивали руку, подставляли плечо. Тогда общество станет крепче, сильнее, и будет нам всем комфортнее жить. И просто будет в целом людям надёжнее чувствовать то, что есть в жизни всегда рядом кто-то, кто себя поможет и подставит плечо. Олег Синтеров, Евгений Макеенко, телерадокомпания «Гомель». Протягиваем выпуск. Два новые родовища нафты открыли у Беларуси, а Бодва знаходятся у Речицким районе. На усходне Макановицким нафту знайшли на глубине у 4200 метров. По передних подликах геологичные запасы оценивают самалю 900 тысяч тонн. Зараз тут ведется подрыхтовка до работы на сведровине, у студии не почнется яе эксплуатация. По выниках доследованиям будут вызначены перспективы с добычей. Заходнее Гировское родовище так само мое высокий потенциал. В первом квартале 2018 года распочнутся работы по освоению сведровины. Добрые выники принесла идейность по нафт с добычей на суместном предприемстве у Эквадоры. Уседшиканье по объемах отдачи нафты у 5 сведровинах оправдались. Получены промышленные устойчивые притоки нефти. Благодаря нашим усилиям мы открыли три новые залежи, три новые объекта разработки в пределах месторождения Армадилио, что позволило нам прирасти с запаса 65 до практически 200 миллионов баррелей по этому месторождению, что является очень хорошим добычным потенциалом по объекту. В настоящий момент скважины уже освоены, ведется стабильная добыча нефти с суточной добычей на уровне 320-340 тонн в сутки. Увоголе по выниках года вытворчое объединение «Беларуснафта» выконало усе планы по приросте запасов нафты. У гэтым годзе на Гомельщине выявлено амаль 800 злочинств по линии наркоконтролю. За бороду конфисковано больше, как 50 килограммов наркотиков, основным раслинного походжения, марихуаны и маковой соломки. Такая информация была огучена на сегодняшнем посаджении Гомельского облаконкама. С ситуацией ознайомились наши корреспонденты. Боразба с наркоманией в Беларуси активизовалась в 2015 году, после подписания ответственного декрета президента. По сути, иншого шляху просто не было. Наркомания – это погроза не только демографичной ситуации, але подрыв экономичных основ. И, как выник, постоянное снижение колькости же хоров в области, які знаходятся на наркологичному лику. Зараз наркозалежными лечится крыху больше, как 9400 человек. 450, за яких, выявлены у гэтым годзе. За незаконный оборот наркотиков, 465 особ все лето притягнуты до криминальной отказности. Правогонные органы научились сазмагаться с этой зьявой эффективно. Мы переломили те тенденции и те изощренные методы сбыта наркотиков. Сегодня Управление внутренних дел успешно разоблачает тех сбытчиков наркотиков, которые работают через интернет. Все есть всевозможные закладки и так далее. Есть формы и методы оперативной работы, которые позволяют сегодня разоблачать вот этих молодых людей, как правило, молодых людей, которые зарабатывают на сбыте наркотиков огромные деньги. На допомогу силовым структурам на Гомельшине протягнули так само широк ведомостных и громадских организаций. Документально намер организовать усебаковую боротьбу с распоусюдживанием наркотиков, заманцевали принятием в этом году комплексного плана по супрадзейне незаконному обороту речевую. Правда, реализовать его в полном объеме пакуль не отрымалась. У приватности не сформирована группа активистов БРСМ, которая разом с супрационниками милиции должна была вести профилактическую работу «Прас-интернет». Эта махчимость пакуль у Воголя выкористовывается не вельми активно, причем як громадскими организациями, так и установами адукации и охоты здоровья. Сяродагученных пожеданий так само створение во усіх навучальных установах доброохотных студентских антинаркотичных отрадов. Выкануть гады доручения темболь шпросто, што адповедная практика на Гомельщине існує уже некалькі годов. У дельніки отрада «Аньол» медицинского университета сустракаються не толькі со студентами, але и выступаюць у школах. Информація, отрыманная адравеснікаў, спрымаецца больше эффективна. При гэтам волонтеры не обмежовываюцца толькі конкретными прикладами. Але і в участь визнашать наркомана по знішнім выгляде. Уживання наркотиків, ўжо злочинства, реакція на якої повинна быть адекватна. Чаще это люди с отёкшими глазами, с такой походкой вальяжной, такой медлительной очень. Глаза у них будут такими, всіх в капиллярах красные, лицо будет синего оттенка. Они будут очень уставші, изнемощені. Чаще это худые очень люди, которые истощены. Выникам посядження облвыканкамы стали приняті рашэні, у які допонять дзеючий комплексный план по супродзейні незаконному обороту наркотиков. У наступном годзі уграда з'явятся билборды с соціальной антинаркотичной рекламы. Такая ж інформація буде размешана на бортах ромацкаго транспорту. Активізуется дзеяність агітаційных бригад. А у навучальних установах проведуть анкетсірованя на прадмет ўжування наркотичных сродков. Олександр Ольга Коновалова, Ёген Макенка, телерадокампанія «Гомель». Тым часам сесія Гомельського обласного совета депутатов сёння затверділа бюджет і показчики соціально-экономічного розвиття на наступный год. До речі, практично усеяны в 2018-м повинны перевысить сёлітні. Дякуючи чому гэта планується досягнуть, доведалася Ганна Ковалёва. Продукційна ісперіація «Амаль» 104%. Стільки ж воловы регіональний продукт. Экспорт товара у 105,5%. На один процентний пункт мені – экспорт послуг. «Амаль» у сей прогнозной опоказчики у 2018-м повинны перевысить сёлітні ілліжбы. За счёт чего? Ну, в першу очередь, у нас самый большой удельный вес ВРП занимает промышленность. Это за счёт улучшения работы промышленних предприятий. Они прошли модернизацию, поэтому сегодня мы обращаем внимание на загрузку мощностей, которая у них есть. Чтобы они были полностью на 100% загружены. Это нам позволит мало того, что эффективно работать в экономике предприятия, но и также обеспечить новые рабочие места, повысить заработную плату, то, над чим мы работали весь этот год. И, безусловно, будем работать на следующем году. Что тычется бюджету, то йону в 2018-м складе приклад на 2,5 млрд рублёв. При формировании яху проекта за основу приняты консервативный сценарий умов экономичного развития. В уголе управлений с чаканным селетним выконанием прогнозуемые доходы 2018-го повеличатся прикладно на 11%. За уликом гэтага большее финансование тримает социальная сфера. У приоритете заработные платы, выплаты допомоги, пенсии, медикаменты, продукты харчавания, коммунальные послуги. Бюджет следующего года показывает необходимость работать над его наполнением путем привлечения дополнительных доходов и, соответственно, формирования дополнительных источников. Мы сформировали, предусмотрели все направления расходов. Может быть, по отдельным из них объёмы не очень достаточные, не такими они являются, какими бы и хотели видеть отрасли. Но жизнь покажет, как мы его выполним, профинансируем. Ганна Ковалёва, Василий Осипцов, Телерадио-компания «Гомель». Сельхаз-продприемство «Хутор Агра» передадут у подпродкования Департаменту Выконания Покараннеу. Отповедную постанову подписал Саумин. Ранее поведомлялось, что Министерство внутренних справ занимается распроцовкой проекта по социальной реабилитации былых осудженных. Их плануется працалотковать на сельхаз-продприемство. У якости экспериментальной базы обранок Суб «Хутор Агра» у Светлогорским районе. У Петриковским районе талыми водами потоплена дорога Лучицы-Хвойня. Ситуация с высоким узровнем воды на гэтым участку находится под постоянным контролем. По даденных МНС зараз потопленные 150 метров дороги, глубиня складая 10-15 сантиметров. Проезд транспорту махчимы, погрозы жилым домам и господарчим будинкам нема. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни дорожную ситуацию будут ускладнять дожды и туманы. Блики на мокрой дороге, темные обочины и сустречное ослепление могут стать причиной наездов на пешеходов. У порушения правил многие перебегают дорогу в неналежных местах, за размытых обочин, рухаются по проездной часы и при этом не обозначают себе светлоотбивальными элементами. Да и просить у дельников дорожного руху быть уважливыми и осторожными на дорозе. В новогоднюю ночь громадский транспорт у Гомеля будет ходить до 5 годин ранецы. Правда, не увесь. Як поведомили у Гарвы Конками, у ночи первого студеня выйдут на маршрут автобусы номер 1, 12, 18А и 20. Так само будут ходить 10-20 троллейбусы. Расклад руху есть на нашем сайте www.gomel.by. До других тем. Сегодня в широкий прокат вышла российская спортивная драма «Рух у гору». Одним из первых киностушку увидели гомельские киноаматеры. Перед премьерный показ отбылся у кинотеатра имя Калинина. Эта подея стала соправданным киноспортивным святом. Подробности в следующем сюжете. Киностушка «Рух у гору» присвечена подеей Мюнхенской олимпиады 1972 года. У финальном матче баскетбольного турниру состракалися сборная США и Советского Союза. Гульня назавсюду вайшла в историю сусветного спорту. За три секунды до финальной сирены американцы выигравали 50-49. Однако советские баскетболисты сдолили перемахчим. Рашаючи мяч закинул Александр Бялов. Дарэчы, гэта падзея мая прамы и адносины и до Беларуси. Златый пас празусю пляцовку Бялову отдал Беларус Иван Ядышка. Это событие, которое позволяет объединить людей вокруг баскетбола. Вне зависимости от того, какой их возраст. Кто-то помнит эту победу вживую, кто-то слышал о ней только о дедушах, как о прадедушах. Сейчас они могут собраться в зале, увидеть это легендарное событие, пускай и в художественной обработке. И, наверное, в их душах должно что-то шелохнуться, чтобы в дальнейшем свою жизнь посвящать баскетболу или хотя бы следить за своими баскетболистами и их поддерживать. Сперед премьерного показа «Стушки» про эти легендарные «Три секунды» сделали соправдное спортивное свято с непередавальной баскетбольной атмосферой. Конкурсы, викторины, тематичная фотозона и ушанование зорок гомельского баскетбола, былых, сучасных и будущих. Причем отбывалось все под комментарий беларусского голоса баскетбола, спортивного журналиста Дмитрия Герчикова. Фильмы на спортивную тематику, они вызывают не только у нас, но и у наших зрителей особый интерес. Тем более, это фильмы, которые рассказывают о славных страницах истории нашего общего советского прошлого. И поэтому фильмы, которые снимают на эту тему россияне, для нас точно такие же свои, как бы если бы их снимали беларусы. Мы, конечно, видим этот праздник как повод, чтобы отдать дань уважения ветеранам спорта, молодым, юным, начинающим спортсменам, ну и тем спортсменам, которые на профессиональной основе добились определенных достижений, прославляя нашу гомельщину и этот вид спорта. У глядельной зале большим на две годины у дельники окунулись у ты легендарные падеи. До Мюнхенской олимпиады сборная США 36 годов не проигровала, и вось первое поражение команды «Мары». Именно ведь-то советские баскетболисты покинули американцев без олимпийского золота. Дух перемоги и спортивного подвига. Кінастушка рух у гару безумовна пополнить шыраги аматара у гэтага прыгожага віду спорту. Максим Савін, Алеса Рудзянкова, Валерий Гапанько, телерадиокампанія «Гомель». Гэты, а так сама иншая новины, вы можете знайсти на нашым сайті у интернеті по адресі www.tvrgomil.by. Далей у эфіры «Спортивный огляд». З новинами спорту вас познайомить мой коллега Максим Савін. З новинами спорту вас познайомить мой коллега Максим Савін. З новинами спорту вас познайомить мой коллега Максим Савін. Продолжение следует...